Рыбаки! Поймать какую-нибудь крупную рыбу. А что из этого получится, смотрите в этом видео. Ну что, друзья, погнали душить зубастую. На один спиннинг я поставил воблер, реренд 110. На второй спиннинг поставил резинку изи-шайнер в размере 4 дюйма, цвет машинное масло. А на третий спиннинг вертушку, мэпс, блэкфьюри, третьего номера. Первый заброс полостой. Продолжаем. Здесь затончик, много кувшинок. Травянка-то по-любому должна быть. Надо понять, на что она будет реагировать только. И будет ли реагировать вообще. По снастям у меня твичу сейчас спиннингом Maximus Manic. В тесте 7.35. Катушка на нем стоит Daiwa Xceler в размере 4000. Под джиг у меня сегодня Zetrix Exelon с тестом 4.16. Катушка на нем Cast King Sharky 3 в размере 3000. Ну а под вертушку я сегодня буду использовать Maximus Gravita в тесте 5.21. С катушкой Cast King Cadet в размере 2000. Но гублерок не хочет пока что. Время обед. Жарит солнце, но спасают облака на небе. Иногда солнце заходит за них и становится прохладненько. Прошел по берегу. На берегу, как обычно, кольца от сетей валяются. То есть затон этот обловили сетями уже. У нас, как обычно, побольше хапнуть рыбы с минимальными потерями, с тайской сетью. Люди не понимают всей прелести рыбалки. Людям нужно много рыбы. Люди голодные. И никак им не объяснишь, что по сути рыба это не главное. Главное вот этот вот момент поклёвки. Порьба с трофеем. Вываживание. Но когда пытаешься, встречаешь браконьера и пытаешься ему донести вот эти вот обычные слова, он на тебя смотрит, как на дурака на какого-то, который ему какую-то дичь впаривает. То есть уже последний год я уже даже перестаю вести диалог с такими браконьерами. Потому что это пустая трата времени. Тебя всё равно будут считать каким-нибудь ненормальным, каким-то дурачком. Место просто шикарное. Полно малька, травы. Для куней это рай. Ну и для щучек тоже. Кормовой базы тут достаточно. На приземлении взял окунёк. Вот такой вот полосатый товарищ. Прямо блесна только упала и уже почувствовал вибрацию. Такой красивый. Поймал сейчас окунька на воблер, на Монтеро 110-й. Но снимать не стал. Думаю, нафиг он нужен. А зубастый что-то вот по-прежнему не наблюдается. Приплыл на место. В прошлом году я здесь поймал мамку на 5200, на воблер, воруну 110. Поставил сейчас этот же воблер. Давайте попробуем повторить мой результат. Друзья, есть. Клюнула щучка. Всё-таки дождался я поклёвки на воблер. Не хотел сегодня принципиально ловить на вертушке. Такая вот красавица. Грамм на 600. Мы её, конечно же, отпустим. Клюнула на воблер. На воруну 110. Суспендер. Аккуратно мы её отцепим. Такие они летом прыткие. Такой воблер, друзья. Воруна 110. Такая вот щучка. На 500 грамм. Может на 600. Некрупная, короче. Незачётная. Беги, красавица. Зови старших. Ну ничего. Дождался поклёвки зубастые на воблер. Ну что-то, конец рыбалки. Попробуем ещё поймать зубастую. Здесь, я уверен, есть. Был удар. Промазала. Промазала. Где-то прячется. Где-то наша зубастая прячется. Прямо около лодки, друзья. Бурун пошёл. До лодки провожала. Такая на кило, наверное. Я прямо её видел, башку. Ну что, буду, наверное, заканчивать свою рыбалку. Время уже 7 часов. Скоро будет темнеть. Что по сегодняшней рыбалке? Рыбу, в принципе, увидели. Поклёвки были. Ничего достойного. Поймать, к сожалению, не получилось. Были поклёвки на резину, которые не вошли в кадр. Одна была мощная такая поклёвка, но, к сожалению, рыбу не подсёк. Щучка поклёвывала на воблерок. Было ещё две поклёвки на воблер, которые также в кадр не попали. Сваливалась рыба в момент, когда включал камеру. Очень обидно, конечно. Но такова рыбалка блогера. Тут либо надо рыбу ловить, либо всё одновременно ловить и показывать вам сюжет. День прошёл не зря, я считаю. Поклёвки были, рыбу увидели, рыбу потрогали. Всё, буду заканчивать. Всем не хвоста, не ши. Всем пока. Редактор субтитров А.Сёмкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Сёмкин Корректор А.Егорова